Девушки отдыхают Премьера одного из самых известных произведений во всем мире – постановки «Гамлет». Это история о красоте и мужестве человека, который не мог жить иначе, кроме как в непримиримой борьбе со злом. Свой творческий почерк в трагедию внес заслуженный деятель Казахстана режиссер-постановщик Нурканаджа Каббай. Он воплотил пьесу европейского стиля с оттенками восточной культуры. Актер, который смог пройти через произведения Шекспира, никогда не пропадет, он многократно усилит свое мастерство. Здесь очень масштабная сюжетная линия. В переводе на казахский язык не потеряна вся философия оригинала, это самое главное. Я надеюсь, нашим зрителям понравится эта невероятная история. Концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел в школе Казахского национального университета искусств. Своих мам, бабушек и учителей поздравили самые юные подопечные учебного заведения первоклассники. Дети с нетерпением ждут этого концерта, потому что кроме своего специального инструмента, они очень любят играть на фортепиано. И они действительно выходят на сцену и чувствуют себя настоящими артистами. Поэтому ждут с нетерпением и радостью концерт. В столичном университете искусств учатся ребята на разных специальностях. Здесь будущие скрипачи, духовики, кубезисты, дамбристы и многие другие. И все они начинают свой путь в музыке со знакомства с фортепиано. Первоклассники исполнили произведения зарубежных и отечественных композиторов, песни разных народов мира. Фортепиано – это очень важный урок. Он развивает музыкальный интеллект. На фортепиано играли многие известные композиторы, например, Бах, Моцар, Чайковский, Бетховен. И мне тоже нравится играть на фортепиано. Итоговый концерт прошел в Большом зале Столичного университета искусств. Для юных артистов это первый шаг на пути к профессиональной музыкальной карьере. В Столичном дворце независимости состоялась выставка «Онир Карл Гаштаре», приуроченная к 175-летию Абая Кунанбаева. В этом году факультету художественного искусства исполняется 10 лет. К этой знаменательной дате мы и решили посвятить эту отчетную выставку. Здесь представлены работы на различные темы. Ученики выбирали, что сердце пожелает. Среди них есть и красоты Казахстана, натюрморт и тематические произведения. Наряду с портретами и живописными полотнами в экспозиции встречаются скульптурные извояния. Данные работы выполнены в основном из гипса. Скульптурные композиции студенты на протяжении всего периода обучения занимаются развитием своих творческих навыков. Мы им очень гордимся. Наши студенты по окончании нашего колледжа поступают как в наш университет Шабыт, так и поступают в зарубежье. Как отмечают организаторы, для выставки проводились масштабные отборы среди многочисленных и не менее профессиональных работ. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 15 марта в Музыкально-драматическом театре имени Куанышбаева пройдет показ постановки «Сарра». 15 марта артисты театра оперы и балета имени Абая представят публике спектакль «Легенда о любви». 15 марта в драмтеатре имени Лермонтова состоится постановка «Визиты к мистеру Грину». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова